Жительница Оксайского района попросила газифицировать хутор Киров. Чтобы голубое топливо пришло в 100 домов, нужно построить 12 километров газопровода. Деньги выделены, работы начнутся в декабре. Я прошу меня, Владимир Анатольевич, проинформировать до конца декабря месяца о том, что работы начаты. С завершением их 1 октября 2018 года. Тогда в рабочем порядке не надо. Вы можете людям сказать, вопрос будет находиться на контроле у губернатора. И по исполнению мы будем докладывать президенту. В ближайшее время из аварийного дома смогут переехать шахтинцы, проживающие на улице Симашко. Они ждут переселения полтора года. В 2016 году у нас трещины раскроились намного больше. И стали происходить обрушения шпикатурки и в квартирах, и на втором этаже, и на первом части моей квартиры. До конца этого года большинство жильцов приедут в квартиры, купленные на вторичном рынке. Еще две семьи отпразднуют новоселье в новом доме в 2018-м. До 1 апреля вы предоставляете людям жилье. Так? Да. Так и запишем. Значит, и, соответственно, таким же образом будем контролировать. Вас устраивает такое решение? По заявлению ростовчанки, в ближайшее время будет усилен фундамент и несущие конструкции пятиэтажки на улице Тимошенко, 16. Молодая мама попросила установить в парке «Дружба» детские площадки. Они появятся до конца года. На одну из них губернатор выделил миллион рублей из резервного фонда. Мария Индрикова, Дон-24, Ростов-на-Дону. Продолжение следует...